Пока не увидит, что пришел к нему Иисус, и от сердца его отвалил камень ожесточения, и ум этого нашего Лазаря разрешил от греховных уз, и повелел слугам своим ангелам, развяжите его от страстей, и оставьте идти к блаженному бесстрастию, противным случаям нет ему пользы. Если желаем выйти из Египта, бежать от фараона, то и нам, без сомнения, нужен некий Моисей, ходатай перед Богом и по Боге, который бы, упражняясь и в деятельной, и созерцательной жизни, воздевал за нас руки к Богу. Чтобы путеводимые им пришли греховное море и обратились в бегство страстного Амалика, поэтому обманулись все те, которые, предавая себя Богу, подумали, что не имеют они нужды ни в каком руководителе. Вышедшие из Египта имели вождем своим Моисея, обижавший из Содома ангела. И одни, подобно врачуемым от душевных страстей, попечительностью врачей, это выходящие из Египта. Другие же, желающим совлечься нечистоты немощного тела, почему и нужны им в помощники ангел, или, по крайней мере, скажу так, равноангельные. Смотря по загноении наших язв, потребен и врач весьма искусный. Вознамерившиеся с телом восходить на небо, подлинно имеют нужду в усилии и в непрестанных скорбях, особенно же при самом начале отречения. Пока сластолюбивый наш нрав и бесчувственное сердце не доведены еще непрестанными слезами до боголюбия и непорочности. Великого, подлинно великого стоит это труда, и многих невидимых огорчений, особливо для нас, живущих нерадиво, пока ум свой этого плотоядного и привыкшего по пустому лаят пса. С простотою, глубокой негневливостью и рачительностью не сделаем любителем непорочности и осторожности. Впрочем, и мы, преданные страстям и немощные, с несомненной верой благодушно представим десною своей рукой и исповедуем Христу и немощь нашу и душевное бессилие, и непременно сподобимся его помощи даже сверх нашего достоинства, если только непрестанно будем нисходить во глубину смиренно-мудрее. Все, приступающие к этому доброму подвигу, подвигу тяжкому, затруднительному, а вместе и легкому, да знают, что они решаются вринуться в огонь, если хотят, чтобы селился в них огонь невещественный. Да искушает же себя каждый, и так с горькими травами, да ест от хлеба смиренно-мудрее, со слезами да пьет от чаши его, чтобы воинствовать ему, не в осуждение сиде. 10. Если не всякий кричающийся спасается, то умолчу, что из этого следует? 10. Приступающие к этому подвигу, чтобы положить доброе основание, должны всего отречься, все пренебречь, всему посмеять, все отвергнуть. 11. Хорошо же тройное и трехстопное основание, не злобе, пост и целомудрие. 12. Все младенчествующие о Христе пусть начинают с этого, взяв пример естественных младенцев, ибо не найдешь в них никогда ни злобы, ни притворства. 13. Нет у них ни алчности ненасытной, ни чрева, ничем не удовлетворяющегося, ни тела, разжигаемого похотью. 14. Разве когда с умножением питания возрастут уже, тогда и они начинают ощущать это разжение. 15. Ненавистное и опасное подлинно дело – борцу расслабевать при самом вступлении в борьбу, и тем всякому давать знать о будущем в своем поражении. 15. Твердое начало, без сомнения, будет нам полезно, и при последующем за ним ослаблении. 16. Душа, мужественная и потом ослабевшая, воспоминанием прежнего усердия уязвляется как ботцами, и иные нередко окрылялись этим. 16. Когда душа, изменив сама себе, утратит блаженную и вожделенную горячность, тогда пусть рачительно разыщет. 17. По какой причине лишилась ее, и против этой причины вооружиться всем своим желанием и усердием? 18. Потому что горячность возвратить можно не иными вратами, а теми же, которыми она удалилась. 19. Подчинивший себя из страха подобен горящему фимиаму, который вначале издавал благоухание, а впоследствии разрешился дымом. 20. Подчинившийся из награды подобен мельничному жорнову, который всегда одинаково движется. 21. А кто стал отшельником из любви к Богу, тот в самом начале приобрел уже огонь, и как огонь, брошенный в дрова, вскоре сильнейший воспламенит пожар. 22. Иные поверх камней подстраивают кирпичами, другие ставят столбы поверх земли. 23. Иные, пройдя небольшое расстояние и разгорячив жилы и составы, пошли скорее. 24. Кто может разуметь, тот да разумеет это иносказательное слово. 25. Как призванные Богом и Царем будем усердно совершать свое течение, чтобы по кратковременности жизни не оказаться нам бесплодными в день смерти и не умереть от голода. 26. Будем благоугождать Господу, как воины угождают царю, ибо по вступлению в воинскую службу требуется от нас служение во всем исправное. 27. Будем бояться Господа не меньше, чем боимся зверей. 28. Ибо видел я, что пошедшие на хищение, хотя они убоялись Бога, однако же, услышав на месте лай псов, тотчас возвращались назад. 29. И чего не сделал Божий страх, то произвел страх зверей. 30. Будем любить Господа, как чтим из любви друзей. 31. Ибо видел я нередко, что иные оскорбили Бога, и немало не имели о том печали. 31. И видел также, что те же самые люди, огорчив какой-нибудь малостью любимых ими, и сами лично через друзей, не щадя дарову, потребляли все способы и средства, изъявляли всю скорбь, все раскаяние, чтобы только прийти в прежнюю любовь. 32. В самом начале отречения от мира упражняемся мы в добродетелях, конечно, с трудом и огорчением, но, преуспев в них, не чувствуем уже печали или чувствуем малую печаль. 33. А как скоро мертвенное наше мудрование пожерто и преобладается ревностью, упражняемся в них со всей радостью и старанием, с любовью и с божественной пламенностью. 34. Сколько достойны похвалы те, которые с самого начала и вскоре исполняют заповеди со всей радостью и с усердием, столько жалки те, которые давно уже в подвиге и хотя следуют заповедям, однако еще с трудом. 35. Не будем гнушаться отречением или осуждать то, когда человек вынужден к отречению обстоятельствами. 36. Случалось видеть, что иные бегали царя и поневоле приходили к нему, встречали пришедшего царя, а потом, невольно следуя за ним, входили в его дворец и там вечеряли с ним. 37. Случалось видеть, что семя нечаянно падало на землю и приносило много цвета и обильный плод. 38. Как еще случалось видеть, что иной по другой какой-либо потребности приходил во врачебницу, но обходительница врача одержала верх и взяла над ним волю, и освободился он от мрака, лежавшего у него на очах. 39. И невольное в иных бывало тверже и надежнее добровольного. 40. Никто, ссылаясь на тяжесть и множество грехов, да не отзывается о себе, что недостоин он монашеского обета, и да не думает унижать себя за сластолюбие, разумея вины о грехах. 40. Где велико загниение, там потребно и врачество сильное, чтобы вытянуть всю нечистоту. 40. Здоровые не ходят во врачебницу. 20. Если земной царь позовет и изъявит волю, чтобы служили мы перед лицом его, не ждем другого приказа, не отговариваемся, но оставив все с готовности, идем к нему. 21. Будем же внимательны к себе, чтобы, когда царь царствующих и Господь господствующих и Бог богов призовет нас в небесный всей чин, не отказаться нам по лености и нерадению и не сделаться безответными на великом суде. 22. И связанному житейскими делами и железными заботами есть возможность ходить, впрочем, с трудом, ибо и окованные по ногам железом ходят нередко, но часто спотыкаются и от того получают раны. 23. Неженатый, связанный в мире одними житейскими делами, подобен человеку, у которого на руках только оковы, и потому, когда пожелает приступить к монашеской жизни, нет у него препятствия. 24. А женившийся, подобен человеку, у которого и на руках, и на ногах наложены узы. 25. Случалось слышать, что иные, живя в миру, нерадиво. 26. Говорили мне, имея у себя жену и обязавшись общественными заботами, можно ли проходить монашеское житие? 27. И отвечал я им, что только можете делать доброго, делайте, никого не злословьте, ни у кого не крадите. 28. Ни на кого не лгите, ни перед кем не превозноситесь, никому не имейте ненависти, не уклоняйтесь от церковных собраний, будьте сострадательны к нуждающимся, никого не соблазняйте. 29. К чужой доле не приближайтесь и будьте довольны оброками жен ваших. Если так станете поступать, то недалеко будете от Царства Небесного. 30. С радостью и страхом приступим к доброму подвигу, не боясь врагов наших. Они смотрят в лицо души нашей, хотя сами и невидимы, ежели заметят, что изменилось оно от боязни. 31. С большим ожесточением вооружаются на нас. Ибо разумеют хитрые, что мы устрашились, поэтому благодушно вооружимся на них. 32. Кто со всей готовностью вступил в борьбу, с тем никто не отваживается бороть. 33. Господь домостроительно облегчает брани для новопоступивших, чтобы при самом начале тотчас не возвратились они в мир. 34. Итак, радуйтесь всегда, Господи, все рабы Божии, признавая в себе это за первый знак любви владычной к вам и за знак того, что сам Господь призвал вас. 35. Но, как известно, Господь нередко делает и это. Если видеть души мужественные, то в самом начале попускает на них брани, чтобы скорее увенчать их. 36. От живущей же в мире утаил Господь трудность, лучше же сказать удобность этого поприща. 37. А если бы мы знали ее, то не отреклась бы от мира никакая плоть. 38. Усердно приноси Христу труды юности своей, и старости порадуешься богатству добрых дел. 39. Собираемое в юности питает и утешает из немогших старости. 40. В юности будем трудиться горячо и совершать течение трезвенно, потому что время смерти неизвестно, а враги у нас подлинно лукавые, жестокие, коварные, хитрые. 41. Держит в руках огонь и старается сожечь храм Божий тем самым пламенем, который в нем. 42. Враги эти сильны, неусыпны, невещественны, невидимы. 43. Ни один юный да не слушает врагов своих демонов, когда говорит ему, не изнуряй плоти своей, чтобы не впасть в болезни и немощи. 44. Ибо едва ли найдется, кто, особенно в настоящем роде, решившийся умертвить свою плоть, хотя бы и лишал себя многих и приятных яств. 45. Цель у демона этого та, чтобы соделать, как самое вступление наше на поприще слабым и неродивым, так и конец сообразным началу. 46. Намеревающийся верно служить Христу прежде всего разыскивает и употребляет старания о том, чтобы при помощи духовных отцов и собственных сведений избрать приличное в себе и место, и образ жизни, и помещение, и упражнения. 47. Ибо не для всех нужно общежитие по причине алчности, и не для всех безмолвное уединение по причине раздражительности. 47. Но каждый должен смотреть, что ему свойственнее. 48. Весь круг монашеского жития ограничивается тремя самыми главными родами пребывания в подвиге – или подвижническим отшельничеством и уединением, или безмолвием в сообществе одного, много двоих, или терпеливым пребыванием в общежитии. 48. Не уклонись, говорит Эксисиас, ни направо, ни налево. 34. Но иди путем царским. Средний род жизни из перечисленных выше приличен для многих. 49. Ибо сказано горе одному, когда падет в уныние, или в сонливость, или в леность, или в отчаяние. 50. Нет человека, кто помог бы встать ему. 51. А где двое или трое собрано во имя мое, там я посреди их, сказал Господь. 51. Поэтому, кто монах верный и благоразумный, кто сохранил горячность свою неугасшую, и до исхода своего не переставал всякий день прилагать огонь к огню, горячность к горячности, ревность к ревности, любовь к любви, кто вошел на эту степень, тот не возвращайся назад. 52. Слово второе. 53. О беспристрастии и о беспечальной жизни. 53. Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно приложил старания улучшить будущее царствия, кто действительно возымел скорбь о своих грехопадениях, кто действительно приобрел памятование о вечном мучении и о суде, кто действительно страшится из шествия своего и жизни этой, 54. Тот не будет любить мира и не станет уже заботиться и беспокоиться ни о деньгах, ни об именении, ни о родителях, ни о мирской славе, ни о друге, ни о братьях и вообще ни о чем земном. 54. Но первав все связи с земным, сложив в себя всякое о том попечении, а сверх того возненавидев и плоть свою, всего совлекшись беспечально и неленостно последует за Христом. 55. На небо возводя весь всегда взор и оттуда ожидая себе помощи. 55. И по изречению другого преснопамятного. Я не утрудился, тебе последуя и дне, и люпокоя человеческого не пожелал Господи. 56. Иеремия 17, 16. Весьма великий стыд оставившим все вышесказанное после призвания нашего, которым призвал нас Господь, а не человек, 56. Заботиться о чем-нибудь таком, что не может оказать нам благодеяния в час нужды нашей, то есть пришествии нашим. 57. Ибо это-то и значит, о чем сказал Господь, обратиться вспять и не быть управленным в Царстве Небесном. 58. Господь наш, зная поползновенность нашу при вступлении на поприще и зная, как легко от сопребывания или обращения с людьми мирскими опять возвращаемся в мир, 58. Сказавшему, позволь мне идти погречь оса своего, ответствовал, оставь мертвецам хоронить своих мертвецов. 59. По отречении нашим от мира демона внушает нам мысль милостивых и сострадательных измерян ублажать, а себя почитать лишенными этого. 60. В намерении же у врагов наших этим лживым смирением или возвратить нас в мир, или, если останемся, монахами, не зринуть в отчаянии. 61. Можно унижать живущих в миру по самомнению, а можно также уничижать их заочно, во избежание отчаяния и для приобретения себе большей надежды. 62. Послушаем, что Господь сказал юноше, который исполнил почти все заповеди? 63. Одного тебе не хватает, продай имение и раздай нищим. 64. Сам сделайся нищим, приемлющим от других милостыню. 64. Намереваясь с усердием и горячностью проходить поприще, разумно вникнем, как Господь о всех пребывающих в мире, даже и о живых, дал приговор, что они мертвы, сказав кому-то, оставь мертвых, то есть мирян, погребать мертвых телом. 65. И тому юноше приступить к окрещению богатство немало не препятствовало. 66. Почему напрасно, некоторые говорят, будто бы ради крещения Господь повелел ему продать, что имел? 66. Такого удостоверения достаточно добудет для нас к совершенному уверению, что весьма велика слава нашего обета. 67. Стоит исследование, почему живущие в мире и препровождающие жизнь в обдениях, в постах, в трудах, в злостраданиях, когда делаются отшельниками в монашеской жизни, как бы в искусе и на подвижническом поприще, не продолжают уже более прежнего своего подвига, как ложного и притворного. 68. Случалось вид, что насаждены были ими в мире весьма многие различные растения добродетелей, но те, как бы из грязной ямы, напаялись тщеславием, побуждались к росту, хвостливостью, и вместо гноя облагались похвалами, пересажденные же на землю пустынную, недоступную мирянам, неувлажненную зловонной водой тщеславие, и точно засыхали, потому что эти многосочные растения не приносят уже плодов в суровых и безводных училищах подвижничества. 69. Кто возненавидел мир, тот избег печали, а кто имеет пристрастие к чему-либо видимому, тот не избавился еще от печали, ибо как не опечалиться ему, лишившись любимого? 70. Во всем нужно нам много трезвения, особенно же и более всего прочего. Надо было быть разумно внимательными к следующему. 71. Видели мы, что многие в мире среди попечений, забот, занятий, телесных бдений избегали неистовых движений в теле своем, но, вступив в монашескую жизнь и живя без всяких житейских забот, жалким образом осквернялись таковыми движениями в теле. 72. Будем внимательны к себе, чтобы, утверждая, будто бы идем путем узким и тесным, не обмануть себя самих, на самом деле держась пути широкого и пространного. 73. Узкий путь покажут тебе изнурение чрева, сеночное стояние, вода в меру, хлеб в скудости, очистительное питье бесчестия, насмешки, наругания, отсечения своей воли, терпение нападков, безропотное переношение пренебрежения, 74. Вменения ни во что оскорблений и навык, когда обижают великодушно терпеть, когда оговаривают не сердиться, когда уничижают не гневаться, когда осуждают смиряться, 75. Блаженны, которые идут одним из исчисленных путей, ибо тех есть царствие небесное. 76. Никто не войдет в небесный брачный чертог венцыносцам, если не отречется первым, вторым и третьим отречением. 77. Разумея же отречения от всякой вещи, от людей, даже от родителей, отсечения своей воли, и третье отречение от тщеславия своим послушанием. 78. Выйдите из среды их, и отлучитесь, и нечистоте мира не прикасайтесь, говорит Господь. 79. Ибо кто у них творил когда-либо чудеса? Кто воскрешал мертвых? Кто изгонял бесов? Никто. 79. Все это победные награды монахам, награды, которых мир не может принять. 80. А если бы мог, то к чему подвижничество или отшельничество? 80. По отречении нашем, когда демоны, воспоминаниям о родителях и братьях наших, распаляют к ним сердце наше, 80. Тогда вооружимся против них молитвой, и себя же воспоминим памятованием о вечном огне, чтобы, содержа его в памяти, угасить нам в сердце неблаговременный огонь. 80. Если кто почитает себя беспристрастным какой-либо вещи, об утрате же той, печалится сердцем, то совершенно сам себя обманывает. 81. Люди молодые, которые чувствуют в себе сильное влечение к плотской любви и сластолюбию, если намерены вступить в монашескую жизнь, пусть упражняются во всяком трезвении и в молитве, и убедят себя воздерживаться от всякой роскоши и лукавства, да не будет им последней горше первого. 81. Пристань это и спасение дает, и ввергает в опасности. 82. Знает это плавающее в мысленном море. 83. Но жалкое зрелище, когда спасшиеся на море терпят крушение в пристани. 84. Вот вторая степень. 85. Текущий добежит, подражая Лоту, а не жене его. 85. Слово третье о страннической жизни. 85. Странничество есть невозвратное оставление всего того, что в Отечестве противодействует нам к достижению цели благочестия. 86. Странничество есть недерзновенный нрав, неведомая мудрость, невыказывающая себя благоразумие, сокровенная жизнь, незримая цель, неявный помысл, желание унижения, вожделение стеснения, начало божественной любви, обилие любви. 86. Отречение от тщеславия, глубина молчания. 87. Возлюбивших Господа, вначале непрестанно и сильно как бы разжигаясь вышесходящим огнем, тревожит и этот помысл, то есть удаление от своих любителями такового совершенства, предприемлемое с целью уничиженного и скорбного жития. 87. Но сколько это велико и достохвально, столько же требует и великой рассудительности. 87. Ибо не всякое странничество, доведенное до крайней степени, бывает хорошо. 88. Если всякий пророк в своем Отечестве чести не имеет, как говорит Господь, то будем остерегаться, чтобы странничество не было у нас началом тщеславия. 89. Ибо странничество есть отлучение себя от всего с целью сделать помысл свой неотлучным от Бога. 89. Странничество любит и производит ненасытимый плач. 90. Странник избегает всякой связи со своими и с чужими. 91. Поспешая к жизни уединенной или страннической, не дожидайся миролюбцев, потому что там приходит тать внезапно. 91. Многие, покусившись вместе с собой спасти беспечных и ленивых, сами с ними погибли от того, что огонь с течением времени угас. 91. Как скоро возгорелся в тебе огонь, беги с ним. 92. Ибо не знаешь, когда он угаснет и оставит тебя во тьме. 93. Не от всех нас требуется спасать других. 94. Божественный апостол говорит, тем же каждый из нас, братья, о себе даст слово Богу. 95. Еще говорит, научая иного, себя ли не учишь? 95. Он как бы так сказал. 95. Должны ли мы учить других? Не знаю. 95. О себя самих все непременно. 96. Ведя странническую жизнь, берегись кружащегося и сластолюбивого демона, потому что странничество дает ему повод. 96. Прекрасно без пристрастия. 97. Матерь же его есть странническая жизнь. 97. Сделавшийся странником ради Господа, да не имеет уже никаких связей, чтобы не оказалось, что скитается он в угождение страстям. 97. Стал ты странником в мире? Не прикасайся более к миру, потому что страсти любят возвращаться назад. 98. Ева невольно идет в изгнание из рая, а монах добровольно из отечества своего. 99. Первое опять пожелало бы древо прислушания, а последний непременно подвергся бы опасности от сродников по плоти. 99. Как бича бега тех мест, где подвергался ты грехопадениям. 99. Если нет плода перед глазами, то не всегда и желаем его. 100. Да не будет сокрыта от тебя эта уловка и хитрость воров. 100. Внушает нам не разлучаться с мирскими, говоря, что великую получим награду. 100. Если, видя женский пол, будем воздерживаться. 100. Таким внушением не должно верить, а скорее делать противное этому. 100. Тогда, прожив год или несколько лет в разлучении со своими домашними, приобретем сколько-нибудь благоговений или сокрушений или воздержания, 100. Тогда восстают уже в нас суетные помыслы и склоняют нас опять идти в отечество свое к назиданию, как говорят они многих, 100. Для того, чтобы стать примером и принести пользу, видевшим прежние наши беспорядочные дела. 100. А если обладаем мы даром слова и дорогим ведением, то влагает в нас мысль в самом миру быть спасителями души, учителями, чтобы прекрасно собранное в пристани худо расточить в море. 100. Постараемся подражать не жене Лотовой, а самому Лоту. Душа, обратившись туда, откуда удалилась, как соль, потеряет силу и сделается уже неподвижную. 101. Беги из Египта, не оглядываясь, потому что сердца, обратившиеся к нему, не увидели земли бесстрастия Иерусалима. 101. Тем, которые вначале по младенческой простоте оставили своих и совершенно очистились, можно и не без пользы возвратиться на прежнее место, 101. Даже, может быть, и с намерением по спасению своем спасти и других, хотя и сам Боговидец Моисей, Богом посланный для спасения единоплеменного рода, много имел опасностей в Египте, то есть омрачений в мире. 101. Лучше огорчить родителей, нежели Господа, потому что Господь и создал нас, и спас, а родители любимых имени редко губили и предавали нам мучения. 101. Странник тот, кто, как иноязычный среди иноязычного народа, живет, углубляясь сам в себя. 101. Не по ненависти расстаемся мы с своими или с местом, да не будет этого, но избегая вреда, какой бывает нам от них, как во всем ином, так и в этом, наставником добру для нас Христос. 102. Ибо видно, что и он часто оставлял родителей своих по плоти, и слыша от иных «Мать твоей, братья твои ищут тебя». 103. Благий Господь наш и учитель тотчас показал пример бесстрастной ненависти, сказав «Мать моей, братья моей, суть, творящие волю Отца моего Небесного». 104. Отцом тебе пусть будет, кто может и хочет потрудиться с тобой над бременем грехов, а матерью сокрушение, которое может омыть тебя от скверны, и братом сотрудник и сподвижник в стремлении к горнему. 105. Приобрети неразлучную сожительницу память смертную. 10. Любыми межачадами добудут у тебя сердечное воздыхание. 10. В рабы приобрети тело свое, а в друзья святые силы, которые во время исхода твоего могут оказать тебе пользу, если будут друзьями твоими. 10. Сей род ищущих Господа. 11. Любовью к Богу угошается любовь к родителям. 12. А кто говорит, что имеет ту и другую, тот обманывает сам себя, слыша того, кто говорит, никто не может служить двум господам и прочее. 12. Не пришел, говорит Господь, чтобы неизвест мир на землю между родителями и детьми и братьями, решившимися служить мне, но брань и меч, чтобы разделить боголюбцев с миролюбцами, вещественных с невещественными, славолюбивых с смиренно-мудрыми. 13. Ибо веселит Господь несогласие и разлучение, когда бывает оно из любви к нему. 14. Веселит Господа. 15. Смотри, берегись, чтобы когда все у тебя оказывается погружено в водах, из пристрастия к любимым тобой и домашним, и тебе не подвергнуться потопу соревнования. 15. Не расстрагивайся слезами родителей и друзей, иначе вечно будешь плакать. 16. Когда свои окружат тебя, как пчелы или, лучше сказать, кокосы, проливая о тебе слезы, тогда немедленно, немало, неуклонно устреми душевное око свое на смерть и дела свои, чтобы скорбь отразить тебе скорбью. 17. Свои или справедливые не свои нам льстиво обещают сделать все угодное, а цель у них та, чтобы воспрепятствовать прекрасному нашему течению и потом привлечь уже нас через это к своей цели. 17. Для отшельничества своего надо бы нам выбирать такие места, где менее случаев к утешению и тщеславию, а более к смирению, иначе же и в отшельничество уносим с собой страсти свои. 18. Скрывай свое благородство и не выставляй на показ своей знатности, чтобы не оказаться тебе иным по телу и иным по делам. 20. Никто не предавал себя в такой мере странничеству, как тот великий патриарх, которому было сказано, выйди из земли твоей от рода твоего и от дома отца твоего, и при том вели найти ему в землю иноязычную и чуждую. 21. Если бы Господь и много прославил кого, ведущего странническую жизнь, по примеру этого великого патриарха, то хотя слава эта и Бога данная, а однако же прекрасно отклонять ее от себя щитом смирения. 22. Когда демоны или люди хвалят нас за странничество, как за великую заслугу, тогда помыслим о том, кто ради нас совершил странствие с неба на землю. Продолжение следует...